Добрый день, господа! Сегодня я подготовил для вас небольшой обзор на свежеприобретенные отвертки в фикс-прайсе. Всего лишь за 55 рублей удалось приобрести неплохой наборчик из двух отверток. И сейчас мы посмотрим, что можно с ними делать и насколько они подходят для выполнения своей функции. А сравнить мы их будем с более дорогими отвертками от именитого производителя с основным черно-желтым цветом. Итак, берем наши китайские отвертки, распаковываем их. Запакованы они здесь достаточно топорно с помощью двух скрепок. Выдергиваем одну. Выдергиваем вторую. Теперь в наших руках две отвертки. Эти отвертки, судя по описанию, относятся SL6 и PH2. Ручка у обоих длиной 90 мм, а лезвие 105 мм. Теперь мы берем оригинальные, более качественные отвертки. Как видим, они выглядят намного массивнее. При одинаковой длине лезвия ручка больше, толще и эргономически намного удобнее, чем у китайского аналога. Это по поводу крестообразной отвертки. По поводу плоской отвертки, что можно сказать? Вот мы берем вышеуказанного производителя хорошую отвертку, ставим рядом. И как уже было, лезвие совпадает, а с ручкой такая же ошибка. Она меньше, менее удобная. Ну и выглядит она как-то не солидно. Для чего же нам нужны отвертки? Основная функция отверток это закручивать разные дюбеля, шурупы и так далее. Что ж, посмотрим как можно закрутить данный предмет, деревяшку, с помощью оригинальной отвертки. Берем ее в руки. Здесь у нас есть небольшая доска, которую я использовал для сверления отверстий. Ну и как видим, крутится все достаточно легко, если делать скидку на мою неактивную работу со стройинструментом. Берем другую отвертку, извлекаем в отверстие. И мы замечаем, что в принципе мы не замечаем ничего. Крутится она так же легко и беззаботно. Но вот сама ручка и ощущения, они не такие хорошие. Они отдают какой-то дешевизной. Ну и каким-то таким, даже не знаю, отвращением, можно сказать. Однако работать и теми, и теми можно. Они без проблем закрутят вам любой шуруп, любой дюбель. Даже могут выступать в качестве ударных отверток. Ибо мы видим здесь накладки. На этой и на этой оригинальных проблем нет при ударе. На этих, в принципе, звук чуть-чуть другой. Но ударов 100 они наверняка выдержат. И смогут хорошо послужить вам в хозяйстве. А какой из данных отверток выбрать вам? Это выбор каждого. Либо комфорт, удобство и ощущение собственной важности. Либо более скромные габариты. Опять же, меньше занятого пространства. Но в качестве минусов такого выбора вы получите худшую эргономику, худшие ощущения и худшее восприятие ваших клиентов, которые могут подумать, что вы не такой профессиональный мастер. Но в руках хорошего мастера любой, даже самый дрянной инструмент, будет выступать хорошим орудием деятельности. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и ждите новые ролики. Их я обещаю, в скором времени будет гораздо больше. Всем пока! С вами был Лев Реальто.